Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал. Отец наш Небесный, мы просим во имя воскресшего за наши грехи пострадавшего Христа, благослови эти занятия, научи нас вникать в Слово Твое совершенное, и не доверяйся собственному разуму, но смотреть, как святые отцы истолковали, и проверять все по Слову Твоему. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание Хористосу Святого Пастула Павла, 6 глава, 7 стих. Слове истины, силе Божией с оружием правды в правой и левой руке. Начни это в конце продолжения. А перед этим мы читали 4 стиха. «Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах и в изгнаниях, в трудах, в денях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви». И 7 стих. Слове истины, истины в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. Толкование. То есть, не извращая Слово Божие. Ничего говорит «нет моего», но все это совершилось в силе Божией, или в знамениях и чудесах, и в наказующей, и благодеющей силе. Оружие правды в левой руке означает все прискорбное, а в правой – все ограждающее и поставляющее нас в безопасность. В левой руке скорбное, по мнению многих. Ибо Господь повелел молиться и о том, чтобы не впасть в искушение, а правой – радостное. Итак, Павел в том и в другом показал себя безукоризненным, не падая духом в скорбях и не превозносясь в радостях, но все это делая оружием правды. Комментарии прочитайте сразу. Нет, есть комментарии? Комментарии будут дальше, на 8 стих. У кого какие мысли? Пожалуйста, Виктор Андреевич. Ну, во-первых, в слове истины. То есть, в наших устах должна быть истина. А истина где у нас? Господь сказал «Я и с ним путь и истина». То есть, только в слове Божьем мы можем подчеркнуть истину. Стало быть, из наших уст должна исходить истина. А стало быть, мы должны хорошо знать Священное Писание, его толкование. И только так, в левой и правой руке, вот так развернув эту книгу божественную, вот это говорится «в левой и правой руке». С оружием правды, в правой и левой руке. Вот мы прочитали здесь, что в левой руке это скорби, печали, которые сопровождают нас в этой жизни. А в правой руке, что радостные какие-то наши события в этой жизни. А другое толкование предлагается, что именно в правой и левой руке должно быть у нас Священное Писание. Мы должны исти эту истину людям, которые сидят в отме и не знают ее. Аминь. Еще кто-то хочет сказать, добавить. Тогда продолжаем. Восьмой стих. В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны. Толкование. Истолковал нам, что оружие в правой и левой руке означает славу и бесчестие. Как же слава служит оружием правды? Тем, что слава учителей привлекает многих к благочестию. Что же, если это добродетель Павла, конечно, потому что он, находясь в славе, не гордился, а бесчестие, соделывающее терпение, делало его искусным и, далее выделено, жирно, способствовало успеху его проповеди. И перенесение порицания есть великий подвиг, ибо оно сильно возмущает душу. Поэтому и Господь называет блаженными тех, которые терпят поношение. В пытках тело разделяет муки вместе с душой, а в порицании вся тяжесть падает на душу. Поэтому оно и для Иова было тяжелее всех прочих ударов. Почитают обманщиками по причине порицаний. Но мы верны, что доказывается благохвалениями. И комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова блаженного фифилакта о том, что терпение способствовало успеху его проповеди. Итак, комментарий. Для тех, кто боится начать проповедовать чисто по Евангелию и боится более всего своего епископа или священника, апостол Павел и блаженный фифилакт подтверждают, что всякое гонение за проповедь будет делать ее более прочной и плодоносной. Аминь. Ну, дайте, пожалуйста, я прослушал. Комментарий, Зоя, прослушайте. Прослушал до конца, я тут занялся в чем. Я вот это для чего отдал. Спрашивает, кто говорит. Люди очень интересуются. Мне пишут в интернете, мы считаем себя членами вашей общины. Это, понимаете, это близость абсолютная на 100%, как вот Сергей Козлов. И поэтому, когда направляют на вас, и вы хотите что-то сказать, вот так держите, чтобы люди знали. Нам что таится-то? Нас не воруют, нас не ищут, мы не президенты. Надо благодарить Бога, что нас Бог хранит. Так удивительно. Итак, комментарий на слова способствовал успеху его проповеди. Вот понимаете, я повторяю, как это было. Я много лет в разных университетях так вел занятия. Ну и приходил один человек, он сидел на первой скамейке. И все записывал. И уходя, две коробки, пленок отдал. Две коробки. Я говорю, что это такое? А я решил вам подарить, я больше ходить не буду. То ли уезжал, или что-то. Я тогда, как в деревне, когда я говорил, там занятия вел, там земля, инструмент, коровы, овечки. Целое занятие. Дорога, пожар, деревья. То есть все, что окружало. Я сказал, 123 проповеди по событиям, какие были рядом. И они у меня помещены в первых книгах. Но они записаны были барабаш Игорем. Если бы Игорь не записал, ничего бы не было. А ушло там раз в 10 больше незаписанное. Ну, потеряю, как только строилось. У меня в интернете помещено 1300 проповедей моих. А 7000, допустим, ушли никуда. Их нет нигде. Никто не записывал. Здесь потрудился Глушков Игорь. И кажется, Андрей, вот, то, что это тоже труд. Вот Галя была, это, Кубайкина. Кто будет звонить, передайте всегда ей добрые пожелания. И скажи, нам нужны работники в лагере. Приезжают люди. Пусть приедет, поможет. Она все может. Она в каждой книге. На Новом Завете Илезиана стоит, работала где-то. Оставила самую добрую память. И поэтому все остальное, знаете. Я решил, что вот это все перепечатать. Который подарил мужчина тот, не знаю даже, как звать. И, ну, том пятый будет. У меня один том, кажется, был. Я не знал, что будет два тома. Я не знал, что их ровно 30 будет. Да еще три поставлено. Понимаете, как не хотел я, хотел, а Бог так сделал. А тогда был, тогда, на фанаил. Он говорит, нет, тут надо сделать по-другому. Вы что сейчас ведете занятия? Я говорю, я разъясняю по блаженному афеофилакту Новый Завет. Вот его надо издать отдельно. Не пятым, шестым, седьмым, восьмым томом. У вас это отдельно идут занятия. А его издать прямо, как он есть. Понимаете, у меня есть одно качество, еврейское, задумываться. Я задумывался, походил и говорю, ты прав. Начинаем тогда искать эту электронную версию, нашел. И дальше начали. Когда начали смотреть, я увидел, что требуется расширение. Толкование его на места, где говорится о проповеди. И где говорится о необходимости знать Библию. У православных вообще этого нет. Я поэтому стал выделять. Это и он выделил так. Это его шрифт. Я не знал, как его делать. Дальше от него научусь я. Потом будет у нас что-то. Он уйдет от него неполадки. Вот это никакой роли не играет. Главное, что Новый Завет без нафанаила не состоялся бы. А сегодня человек пришел. Вот он два экземпляра унес. Я два экземпляра не просто дал, я их продал. И он уже один где-то, видимо, имел. Или от кого-то слышал. А теперь приехал. Это нафанаила. И поэтому в каждой книге он незримо присутствует. Сейчас он просто под анафемой. Ему надо молиться, чтобы Бог спас его. Он размонашивался, женился и ребенок. Церковь эта православная и католическая никогда не принимает. И дал Богу обещание. Он впал в страшный соблазн, согрешение. И надо молиться. Я попрошу всех молиться за него. Вот до 8-го тома это о его работе. Теперь я только копирую. Он у меня жил, спал, где вот сейчас Непита спит. На втором этаже надо мной. Он так много сделал. И вот этот Новый Завет, который вот так вот выделен шрифтом другим, это все он делал. Я ничего не знал. Он большой специалист. Попутно хочу сказать, в жизни своей я видел много людей талантливых. Но чтобы одновременно печатал десятью пальцами и по-русски, и по-английски, я этого не видел. Ну, я мало видел. Видел только русских. Он одинаково, не глядя, печатал по-английски и по-русски. И тут же у меня жил, когда изучал греческий язык. Поехал в Грецию изучать еврейский язык начал и китайский. Это ученейший монах. И вдруг вот такая штука. Помолиться. И вот это он их выделяет. Он сидит, печатает, а я хожу у него сзади, за спиной. А он сидит и печатает очень быстро, не как я. И вот он выделяет эти места. Вот таким шрифтом надо. Дальше, который мои комментарии. Заметь, как он подчеркивает. Какой черточка двумя и какой другой шрифт. Это он все сделал. И к этому претензии даже у самых изысканных гурманов. Печат они ни у кого нет. Все говорят, насколько высокий уровень сделал. Это он, не я. Моего там нет. Мои только вот эти вот. И он меня иногда удерживал и говорил. Вы объясняете, это уже другое. Давай-ка, поточняйте слова. И это было бы по-другому. Он очень грамотный был. Ну я, что буду скрывать-то? Хотя 19-й том, он там еще у нас между нами было, когда он ушел. Это не имеет никакого значения. А вот это вот имеет. И оно бы выглядело по-другому. Каждый раз, когда берете Новый Завет, где знаете, Занапанаила поклонщик. Повторяю. Ничего не припоминать плохого, только хорошее. А хорошее вот здесь осталось весь. Да благословит его Господь, да спасет его. Аминь. Вот теперь заново смотри. Я дальше вопрос задаю. А почему никто этого не сделал? 900 лет прошло после, как Пифилак сказал. 900 лет. И ни одного комментария не было нигде. А когда сегодня увидели, а священники иногда говорят, да у меня этого нет, откуда вы берете. А потом посмотрел, даже звонят. А есть такой у меня. А у тебя новый, да? Новая патриархия. Это издала его. Она издала, как всегда. Выделенных мест нету. Я не их не знаю. А это задело. Да как же так? А почему нет у нас этого? Я говорю, тебе есть, да? По благословению патриарха Алексея вышла, да? Я добавил, не добавил. Вот теперь надо еще и молиться. За то, потому что священники это приняли. Я думаю, не случайно патриарх Кирилл. Вот это выпустили и идет. Вот этот Дух Святой начинает тревожить. И они начали делать. Аллилуйя. Ну невиданная вещь. Бесплатно патриархия. Но вообще, даже сейчас написано в патриархии, и то не верят православные. Не обманывают, идите отсюда. Православные ничего не дают. Бесплатно. И вот мы, уходя из этого помещения, должны быть другими. Выйдем сегодня. Другими. Подняться на другой уровень от того, что есть. Вот снова прочитаю еще раз. Комментарий. Для тех, кто боится начать проповедовать чисто по Евангелию, и боится более всего своего епископа или священника, апостол Павел и блаженный Феофилак подтверждают, что всякое гонение за проповедь будет делать ее более прочной и плодоносной. Игорь, да было в правах. Ну да, на предыдущем воскресенье благовествовали, и одна женщина очень грамотная попалась. Она смелая такая, все. Молодая, лет 30. Она увидала Евангелие у меня и говорит, откуда вы наши книги взяли? Это книги у нас проходили через нашу церковь. Ну и показывают на Дмитрия Ростовского. Видать, она там занимается бухгалтерией или чем, не знаю точно. Может отдел кадров. Она меня посмотрела и говорит, а вы откуда, говорит, их взяли? Потом такая, подождите, говорит мне. Я поняла. Я не знаю, чем вы тут занимаетесь, но вы творите какое-то великое зло. Я говорю, а какое мы зло можем творить, распространяя Евангелие, которое Патриарх выпустил для того, чтобы его распространять среди людей? Она говорит, да это не наши, наверное, у вас поддельные. Я вам, пожалуйста, открываю. Она посмотрела. Так, да, вижу, вижу. Ага, это то. Ну что же здесь такое? Ну зло я чувствую. Я прям чувствую, как оно исходит от вас. И так я даваю распространяться все. Ну тут как раз Володя с камерой подошел. Она, так, это вы, значит, снимаете. Ну я знаю, для чего вы снимаете. Вы снимайте, снимайте. Это потом все против вас и обернется. Я говорю, ну при Антихристе это, конечно, так будет. И так она с такими причитаниями и пошла к Собору. Подробности я не нужно. Считай дальше. Девятый стих. Мы известны. А, простите. Девятый стих. Мы неизвестны. Нас узнают. Нас почитают умершими. Но вот мы живы. Нас наказывают. Но мы не умираем. Толкование. Для одних были уважаемы и знаемы. Для других недостойные того, чтобы знать их. То есть, как приговоренные и осужденные на смерть. И по мнению устрояющих нам ковы умершие. Но силой Божьей мы живы. Попускает это, говорит Бог, для того, чтобы вразумить нас. Ибо еще прежде будущих наград. В настоящей жизни немало происходит пользы от наказания. Это взято у Давида, который говорит. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Псалом 117, 18 стих. Тут ничего нет. Сразу считай дальше. Десятый стих. Нас огорчают. Понятно, наказал, но я живой. Десятый стих. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы едем дорогой, и вдруг смс сбрасывает на мой телефон. И говорит, вот сещенник там, говорит, вот сейчас сидим, считаем вот это. Вот это, что считает. Ну, он бестолкование. Прямо никому мы так не относим, как к вам. Это не моя характеристика. Это действительно пришлось говориться. Хребет подставлять, пахали, били. И он говорит, нас неизвестно, нас узнают. Узнают везде. Хочу сказать, можно? Толкование, может, прочитаем? Прочитаем, да. А потом побеседуем. Хотя по внешности, говорит, кажется скорбящими, но наслаждаемся совершеннейшей радостью. Ибо не так бывает, чтобы иногда радовались, а иногда нет. Но всегда радуемся. Апостол многих обогатил, как духовным, так и чувственным богатством. Ибо, имея домы всех открытыми для себя, он был богатейшим и мог отделять, питать других, как, например, святых в Иерусалиме. Тоже показывает и далее. Не привязанный ни к чему в здешней жизни имеет все. Если бы возможно было, говорит, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Голосом 4.15. Как же такие люди могли жалеть для него имущество? Перечислил же все это с той целью, чтобы не смущались чем-либо из того, что кажется прискорбным. Вот он говорит, исторгли бы глаза свои отдали мне, если можно было. И вдруг я у сектантов считаю, они говорят, он болел глазами. И хорошее подтверждение, почему? Он яркий свет ослепил, он слепой был, у него остаточное явление осталось. Ну, действительно правильно, как будто бы. Если бы я не знал православных учителей, я бы согласился. Ну, понятно. Говорит, исторгли бы глаза. Зачем? То есть мои плохие, а заменили бы свою почку отрезать. А златоуз говорит, как мог болеть тот, от которого поясание исцелялись люди? А он на себе все это носил. Нет, конечно, не это. Это образное выражение. Самое ценное орган у нас, ну, не считая невидимое, это глаза. Глаза нету. Вот у меня болит, вчера надулось, а процесс-то идет. Вот я куда-то на нос бьет и прямо возопил. Господи, глаз-то оставить бы мне надо. Плохо без глазу. И замолкла боль, и все. Молитва. Мне пишут с одного дальнего региона, района, района, то есть области. У нас священник, он приезжает сюда, а у нас, говорит, постоянного как бы нету. Ну, а теперь-то он все время один, и все время пьяный. И сколько мы не делали, еще не говорили, и он пьяный, и все. Я говорю, а как его звать? Все разузнал. Я говорю, давайте будем молиться. Ну, прошло ровно месяц. Они сегодня пишут, как мы благодарны вам. Его убрали у нас. Теперь помолите, чтобы Бог дал хорошего, как ваш батюшка Иоаким. Потому что сейчас, говорит, уже четыре недели присылают священников разных. Они отслужат и уезжают. Пожалуйста. Мы не знаем ничего, но Господь полагает на сердце. Молитва творит чудеса. Они сколько лет молились, и ничего не было. Друг Бог, может, в нашей молитве никакой роли не играет, но люди так поняли, что мы сказали, не сокрыли. Мы тут, я объявил в начале молитвы, и его убрали. Вот и все. Я только сейчас, вот только сейчас вышел, принес благодарность от людей. Вы все участники в этом. И поэтому незримо это нас поддерживает, что Бог живой. Живую молитву от живых людей слышит. Вперед. Вот сейчас я, знаете, сказал, что молитва, она творит чудеса и делает то, что сейчас он сказал. И далее следует благодарность. Это тоже самая высшая ступенька молитвы, благодарность. Вы самые высшие, это, конечно, словословие. Я хочу сказать, что я вот читаю этот стих и вижу, что насколько был совершен апостол Павел, насколько я несовершенен даже по сравнению с Игнатиховичем. Пример короткий и простой пример. Вот летел я из Москвы домой, и меня должны были встретить. То есть в билете оплачено то, что приедет такси, и меня заберет и увезет домой. Я получил багаж, подхожу к этому человеку, который, значит, распределяет посадку на такси, а он меня, значит, говорит. А ты почему пошел багаж получать вначале, а потом ко мне подошел? У меня уже теперь нет места. Ну, естественно, я огорчился, я хотел сказать, а почему вы решили, что я должен так сделать? Кто меня предупредил, что я так должен сделать, а не иначе, а не багаж вначале получить? То есть вместо радости огорчения. И огорчение, оно осталось надолго. Ну, то есть мне потребовалась внутренняя работа, чтобы у меня потом вот это огорчение прошло, и я возрадовался, и поблагодарил Бога за это огорчение. То есть мы должны внутренне всегда работать над собою, чтобы ощутить эту радость, радость в Христе. У нас по кроссовому соборе один певец был, хорошо пел, но на этом деле замерзший. Потом он дьяком встал, и однажды стоит такой печальный, что-то там магазин рядом, а Надежда Васильевна подошла, спрашивает, Слава, а что случилось-то? Так что? Он, оказывается, где-то играл еще что-то. Ну и, видимо, это дело и осталось. Команда полетела, вся погибла. Он остался один. Это, конечно, страшно сказать, из-за чего. А Господь и через это пользуется. Проспал, самолет ушел без него. Сейчас он не поиск. И он стоит теперь один, и никого нет. И, видимо, это подвигло его, что-то начал думать, лежу, уже дьяконом стал. У него голос хороший. Второе послание к коринфянам, 6 глава, 11 стих. Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Перечислив свои подвиги и по порядку повествования, показав коринфянам, как должно подражать ему, хочет, наконец, обличить их, как не слишком любящих его. Но прежде всего показывает им собственную любовь и говорит, всегда желаю говорить и беседовать с вами, и при том свободно и смело. Ибо это значит слова, уста наши отверсты. Говорит же так потому, что хочет сделать им облегчение, показывая, что, дальше выделено, смелость в речи есть признак величайшей любви. И не на устах только высказываю любовь, но и сердце, имею его расширенным для вас, ибо пламень любви и уста мои отверст, а сердце мое расширил и сделал его пространным, чтобы дать место всем вам. Поэтому Иприл совокупляет следующее. Комментарий на слова «Смелость в речи есть признак величайшей любви». Комментарий Игнатий Тихачалапкина. Слушайте внимательно, повторять не буду. Для православных придумана особая форма, образ спасения. Долу потуплен взор, молчание. Ничего не вижу, ничего не слышу, я спасаюсь. Только бы кого не осудить. Нужно следить за собой, быть терпеливым и ни во что не вмешиваться. И такой образ православного ковался тысячу лет. Шаг влево, шаг вправо считается изменой православию. О, о какой уж смелой проповеди может идти речь. А вот вселенский проповедник Еврей Павел и его толкователь Грек Феофилак говорят о другом. Что кто не проповедует, в том нет любви к ближнему. А проповедующий всегда показывает смелость в речи. И это есть признак величайшей любви. Игорь Владимирович, прошу вас. Мы как раз занятия последние в пятницу проводили. И восьмая глава Евангелия от Матфея. И там говорится о прокаженном и о сотнике, которые пришли как ресурс. И говорится, что Господь отсылает прокаженного, чтобы он шел и засвидетельствовал. Для свидетельства написано, когда он исцелился. Прикоснулся к нему Господь. Как не надо было делать по закону, конечно. Господь написано, делает как Господь. Почему народ удивился, что он поступает и у него слова как имеющего власть. И там такое толкование идет. Толкование, как ни странно, относится к священникам. Не к Христу, а не к прокаженному, а к священникам. И Господь, говорит, это сделал для того, чтобы этот прокаженный пошел и обликнул. Лечил священников, потом дальше обвинил и привел доказательства. И потом, через некоторое время, опять говорится о слуге, о сотнике. Ну там о слуге, которого послал сотник. Это то же самое. Потом опять идет речь о прокаженном. Опять их объединяет златоуст в одно. И опять говорит то же самое. Что мы должны идти к вышестоящим, этим духовным лидерам. И обличать, обвинять и доказывать. Как это сделал прокаженный этот. Вот об этом здесь и идет речь как раз. А как это нужно сделать на его вот сейчас? Ну вот Игнатий Иванович показал. Мы как раз этот пример привели в епархии, когда Игнатий Иванович действительно сначала так кротко, с милостью пошел к Христовой. А потом действительно начал обвинять. Чего нету сейчас в православной церкви. И сидели священники и слушали про теории, маститы. Потом благодарили даже. И Сергий, который был, Беляев, да? Даже подскочил, секретарь, подскочил Игнатий Иванович. Больше часа говорил. Ну чуть больше, но больше. Час пять минут говорил я. Подскочил прям и так говорит. Так я готов под каждым словом подписаться. Потом еще что-то, еще что-то сказал, несколько слов таких добрых. Потом я подписываюсь под каждым этим словом. Он не подскочил, шаг шагнул рядом. Не, но он встал. Он же встал быстро очень. Это в епархии было, в самой епархии барнаульской. Могу так сказать, что он молодой такой, резвый, как подскочил даже. Потому что он, видать, ждал уже этого, как выйти из положения. А потом Господь сердце наполнил его простотой. И он в простоте, когда Тихонычу так подошел и поблагодарил. И даже показалось, что ну вот сейчас все, лед тронутся, господа присяжных заседателей. И как помните, когда мы были на мосту. Стоим, разговариваем, лед стоит на месте. Значит, начали снимать. И потом что-то... Игладь-игладь чуть. Я чуть не понял, вот это вот там двигается или что такое. И под нами лед прям пошел. И мы прям увидели первые сантиметры, первые метры, как лед идет. Очень интересно это. Невидимо совершенно. И я думаю, эх, пойдет сразу. А вот пока невидимо. Но все-таки идет лед. Надо уметь ждать. Вот заметьте. Вот приехал один раз. Там, побыл, чуть-чуть уехал. Серги новый, который сейчас епископ. В этот раз приехал вообще прекрасно. И вот сидели, мы с ним заключили, как же это союз это, молиться. В частном порядке, друг за друга. И смотрите, вот сколько время прошло. Никаких выпадов оттуда нету. Нас наши вообще мы не трогали. Ну а когда сели за стол, тогда при Максиме, отец таким говорит. Ну вот у вас свой интернет. Вы что выставляете? Что это секта дьявола. Как он глянул, этот епископ-то Максим. Да вы что? Это кто? А другой говорит. Да это горно-алтайский. Он так посмотрел. Немедленно убрать. Я пришел домой, глянул, нигде ничего не чистое место. Значит, иметь хорошее отношение с епископом, это благо. Он власть имеет. А те, которые хватанули даже, видимо он сказал, да нет, это мы сказали, как бы то, 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 и все, все, и замазали, как будто никогда нигде не было. После этого ни одного выпада нигде не было. Я вам говорил, как звонил Вадим, один из кем-четвергов, ну вот, это Бог так делает. Надо молиться, надеяться и на выпад выпадом не отвечать. Другое дело, там хулиган какой-то надо поставить. Ну, мало ли как, огорчился. Я и сам не сахар сказал не так. Вот тогда был Антоний, еще до него умер, который 41 год. А он, он вообще был на нас не злобный. Три раза в печати напечатали его несогласие. И при том один раз совершенно неверное. И три раза, я заявил в протест, три раза он дал откат назад. В печати прямо. Опровержение. Меня эти корреспонденты подняли неправильно. Я не так сказал их. И все. А потом мы с ним, к нам пришел, обедал. У нас даже было, в машине ездили. Надо надеяться. Сегодня это еще не вечер, как говорят. Завтра может, новый день рождает новая надежда. Гавриил ответил, что патриарх шел в целой процессе с крестами, завернули на ползунного шеста и к нам сюда пришли. И мы с патриархом Кириллом как беседовали. У меня в интернете выставлено. И после беседы патриарх сказал, какая была полезная конструктивная беседа. Помнишь? Ну, настолько подробно он написывает. И крест видел, что это вполне может быть. Рано или поздно. Ну, где-то как-то Господь сделает. Он до конца нас. Мне отдавит, нашинковывает на мелкое. Сразу считай дальше. Людмила Степановна. Людмила Степановна, слово. У меня, конечно, и так, как у вас там со стороны патриархии. Я когда была на похоронах у своей сестры, то к ней приехало много людей и там были начальствующие. Ну, как всегда, начальствующие стоят тут, а все, кто в цехе работал у нее, они там, в сторонке. И вот все выступают, выступают, выступают. Брат у меня, у него голоса нет, что-то он так это, что-то сказал там. Второй брат. И я стою, думаю, я вообще ничего не смогу. У меня вот тут вот комок, а я ничего не могу. Как будто какой-то толчок во мне. Я думаю, так неужели я смогу? И когда я начала говорить, и как будто сила какая-то, сила какая-то, это. И я давай о Боге, о том, что задумайтесь. Вот эта смерть ранняя, она рано ушла. И вот каждому следует задуматься. И смотрю, вот эти начальствующие, а тут все такие, они как-то так это. А те стоят на меня, с такой радостью смотрят, с таким вот вдохновением, с такой силой, вот с такой, что эта смерть ее назидательная. Что нужно вам подумать каждому. Эта смерть не ради того, что вот она умерла раньше, чем вот вы будет. Но вот я как-то и думаю, откуда я что-то и говорю-то? Я говорю какие-то слова-то там, Слово Божие говорю. Возьмейся за грех смерти. Вот так вот начала и начала. Да так громко! А у меня вот этот старший брат говорит, что, откуда голос-то? Ты вообще плакала и плакала, мяукала. Откуда у тебя что взялось-то? А видно, как-то Господь пробудил, и вот по любви я захотела сказать, для чего она эта, вот смерть, для чего это произошло так. Вот эту силу я в себе ощутила. Сейчас все говорят, стали об этом? Я ее вспомнила. Почему я стала так громко говорить? То стояла, рыдала. Это Бог дал все. Двенадцатый стих. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Толкование. Вы, говорит, не тесно помещаетесь в сердце моем. Сердце пространном, сколько бы вас ни было. А в ваших сердцах великая теснота, и вы не можете просторно поместить меня, хотя я один. То есть я в высшей степени люблю вас, а вы хотя любите меня, и имеете меня в сердцах своих, но тесно, не пространно. Не просторно. Вот такой упрек. Павел писал бы, я люблю вас, вы меня не любите. А то в вашем сердце не тесно. Понимаете, что значит человек, который знаком с философией со всякой. И это насколько глубоко в сердце, оказывается, помещается человек. Я к нему расположен, а он нет. В его сердце тесно. Он меня не вмещает. А кто на кого злится, он в сердце заковал, его решетку тюремную поставил, и не может просить выпустить. Он в фильме его держит. Видишь, куда направляется уже мысль-то. Что значит грамотный? Петр так написать не мог. А Ян не мог так написать. А Ян только повторял, любите друг друга. Оказалось, этого вполне достаточно. А вспомните, сегодня, сегодня мы же слышали от брата, ну от брата не знаю, вот сегодня пришел человек, Олег, который говорил, первый раз не вместилось у него. Вот он убрал все, потом на неделю вместилось. Потом опять убрал. А теперь вместилось все. И теперь с любовью слушает слова, и книги читает. Мы сейчас поговорили, что вот воцарили там царя, и он там, это царская церковь. Видимо, его крепко уже коснулось. Да как же так, это, дескать, выходит, что ошибся. Я говорю, да, там это ничего нет, никакого царя быть не может. Никак. Его, в первую очередь, церковное начальство должен, его патриарх признать. Кто ввенчал священника? Ввенчает патриарх. Понимаете? Или пророк, как Самуил, помазал где-то. А кто он такой? Ну, это же обман. Ну, и как? Ну, как? Теперь ты должен сам сделать какой-то шаг. Да и со священником, вроде он говорил, тот тоже что-то стал подозревать, что не так. Ну, малейко поговорили с ним. А всего ничего, только один раз. Помолите, чтобы его Господь избавил кое от чего. Да. Помолите. Это не легко. Нелегко. Только Господь может помочь. Вчера на меня один вышел и говорит, я курил 17 лет. А потом встретился с одним человеком, он говорит, я 30 лет курил. И бросил, а как? А мне сказали, молиться надо. А я скажу, вместо впероса, возьми лестовку. Четки. И сто поклонов. Как ты как к табаку потянулся? Опять сто поклонов-то. Пока пропыхтишься, опять бери. И отойдет сатана. Бей его супостата. Я знаю лекарства где-то. Как еще что-то за лестовку? Как еще услышал я так за лестовку? Вот сатана боится лестовки, как огня. Дорогой ехали потерял. Где-то упало, видно, ногой засыпел. Но возвращаться не будешь. А я поехал дорогой. А мне дорогой три человека подарили. Лестовки. Эти четки. Ну не только лестовки. Ни одной лестовки, а молитвы. Молитвы. Я просто уже концентрирую внимание. Поклоны значит очень и очень много. Это все святые говорят. Николай на руку поднимает. Николай Владимирович, пожалуйста. Бумажку. Ну, как бы тут сказать, у нас тут проскользнула эта тема, но я считаю, что она может быть даже очень важная. Это тема о взаимодействии, что ли, или как бы сказать-то это, о взаимном сотрудничестве, что ли, ну, с московской патриархией, да. Мы, церковь православная и там, и там, вроде благодать там и там. Ну, все вроде вместе, но все равно нас что-то разъединяет. На каком-то, как говорится, на ментальном уровне, хоть и батюшка говорит, и вот Игорь Тихонович говорил, и все другое. Епископ расположенный там, другой расположенный, третий расположенный. Вот брат сказал совсем другое. Хотя это прихожанин московских храмов. Что, они там молчат, не говорят, что ли, в храмах? Вы что делаете, братья? Вы с кем воюете? Вы со своими воюете? А мы сейчас думаем, почему на Украине такое творится? Вот там именно такое есть. Потому что молчанием предается Бог. Это раз. То есть, по взаимодействии, ну, нам желательно расположить, коль у нас есть там, ну, вот, богатство такое, мы его должны раздать людям, да. Ну, и ведь, ну, книги имеют знания, которые мы здесь почерпнули, вот уже 20 лет тут я черпаю, вот и прочее. А как отдать, кому отдавать, если они вот такие, вот она пришла, вы тут какое-то зло задумали и прочее. То есть, чем? И я там, ну, думал, думал, с многими разговаривал, вы понимаете, что, ну, трудно. Это вот кажется, что все, вот я сейчас сказал, самое нужное. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, ну, они так подумают, там, знаешь, не впечатляет. Не впечатляет. То есть, он неверующий, у него сердце еще, ну, каменное, ну, нерасположенное. Вот. И просто такой пример у меня, вот, ну, вот, из моей жизни, да, вот, где я сейчас работаю, да, к примеру. Ну, был один начальник, потом еще сменилось, и сейчас другой начальник, ну, этой котельной моей, да. И вот был начальник, который я, вот, при котором я устроился, ну, строгость неимоверная. То есть, если бы он был в каким-нибудь монастыре, там монастырь бы ходил, я вообще не знаю, там, как, там ползали, упал, отжался. Сразу упал, он бывший морской пехотинец, два метра ростом, 160 килограммов, это, добра в нем. Это, ну, супер. Вот, вот, вы понимаете, он держал очень троско. Ну, как? Так, ну, надо что-то делать. И я стал делать сам. Не от него, я лично, я про себя говорю, я с другого не знаю, как он что-то. Там прибрал, тут взял, сделал что-то, потом тут, потом это, третье, пятое, десятое. Сейчас время прошло, он уже уборился, потом еще другой начальник, и пришел другой начальник, сейчас парень молодой у нас. Я к чему это говорю? То есть, и у нас коллектив маленький, там, 40 человек с небольшим всего лишь. Вот. Так, подходят ко мне люди и говорят, я говорю, а что ты ко мне ты идешь, иди к мастеру. Николай, вот как ты скажешь, так и будет. Я не авторитет, вообще, я слесарь простой. Даже не бригадир и не уборщица. Уборщица, уборщица, ну, пошел отсюда, и все вылетели, она моет пол. А я скажу, никто не подел. Ну, о чем дело? Вы понимаете, что не то, что у меня такой сильный авторитет, но люди видят, что если человек трудится, и постоянно, как бы, то и сами хотят, как бы, ну, подчиниться, что ли, этому человеку. И вот, если же встать, и вы такие сякие, там, вы, там, немазанные, вы то-то, то-то не делайте. Очень всем нам, мне очень близкий человек, и вам всем хорошо знакомый, переехал в другой город. Вот, и возьми, да родись ребенок, от любви, естественно, надо крестить. И мы как переживали, там, вот, что вот, крестить его надо. А в московской патриархии, он подошел к батюшке, говорит, вопроса нет. Полное, полное. Вопроса нет в этом вообще. Вы понимаете, в чем дело-то? Как подойти? Ну, он там трудится, этот человек, там, помогает ему, там, поет, там, это, читает и прочее. В храме, вы понимаете, расположение священника не только личное, но он сам, священник, будет меняться. От того, как ты к нему относишься. Если ты с добром пришел, а если ты с мечом пришел, от меча ты и погибнешь. Вот меч этот ходит, вот он по улицам, они ходят, и косятся на нас, понимаете. Да, то же самое на улице у меня, в деревне то же самое. Там у нас с водой проблемы и прочее. Я говорю, Сереж, ты, ты не против, Витя, ты не против, дядь Коя. Вот для кого, для кого, для тебя хоть что. Делай, что хочешь, я для тебя все отдал. Понимаете, потому что придут, дядь Коль, болт есть, на. Дядь Коль, проволока есть, на. Ты понимаете, не то, что у меня этого много, а я знаю, что мне с ними жить, хотя они неверующие. Покупаешь не дом, а покупаешь соседа. То же самое и здесь. Я считаю, что и чем более такое доброе отношение с московской патриархией у нас будет, ну, с людьми, межличностные отношения, будем так говорить, тем больше мы их себе расположим. Они у нас сколько были, батюшке хватает любви. Он всем, он там барана заколол, отрубил мясо, они души в нем не чают. Без подарков никто не уезжает. Я вот Николай вспомнил, сейчас он сказал, такой-то человек, там, это военный. В Америке, говорит, был случай такой. Морской там, пехотинец, там, старшина, получил аварию большую. Ну, кое-как из реанимации выкарабкался, теперь у него все тут перебинтовано. Корсет сделан-то. Ну, и решили его, куда направить, он говорит, как куда. Надо новое поколение воспитывать. В трудную школу, а там трудная школа, а в трудно еще более трудный класс один, как назвать проблемный. Да вообще, старшеклассники, ни авторитетов, ничего не признают. Ну, что-то надо делать. Он говорит, это само по мне. Ну, думает, нарвался пехотинец. Все теперь будет делать. И вот он, говорит, зашел, здравствуйте. Хо-хо-хо. Все, вот это. Так, я служил в морской пехоте столько-то лет. У нас всякие были обстоятельства, непокорных не было. Видали мы таких-то. Сидит, галстук как у него. А он весь закованный, в корсете. И в это время ветер распахнул окно, и у него галстук вот так забросило. Он сидел, как вот так забросило. Что это за вольности? Ну, ветер. Он галстук с удовольствием, раз, 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 три скрепки поставил-то. Ну, скрепки-то, которые ставят. С степлером, ну, в степлером. А они-то думают, что он в тело. Весь класс заболк. Когда кончился урок. А они, говорят, глаз не смеют поднять, гляда не него. И постепенно класс выправился. И пошло. Галстук приколол степлером. Понимаете, это еще надо и сообразить. Иногда бывают такие данные, что совсем незначительные. Но они бывают настолько положительные. Вот дети не хотят абсолютно слушать старших. Ну, просто отвлекаются и говорят, а какие тут условия. Один разговаривает. И потом нашел, что условия такие. Вы купаться любите? Да. Вот так. Будем бегать по волнам пока. Вот волна как забегает на берег. И по этой волне он шпарит ребятишки за ним. Слушайте внимательно. Кто урок плохо заучит, не перескажет, останавливается. Шум моря мешает. Так они вокруг него три разинут. Бегут слева. Маленько пойдет так. Если хоть один отстающий, мы не можем бросить товарища. Обратно бежим. И обратно он рассказывает еще там по пять. Про море, про животных. Остановились. Один отставал так. Берите за руку и вытащите. Снова не купаемся. И опять. Так они у него в отличники вылезли. Через короткое время. Подход. Что дети любят? Купаться на берегу моря. И ноги ощущают. И волнаются. Купаться нельзя. До того их раздоворило. Это что мы хуже других. Пожалуйста. А где научиться этого можно? У Бога выпросить. Вот это называется талант. Это проще всего. Вы заметите. Я уже скажу тебе там подыграю кому-то. Вот Путин когда отвечает. Вы видели какие ему вопросы додают? У него сколько юмора. Он не старобрядец. И как он отвечает? Ну ладно. Ну перекрыли газ. Что-то другое. Ну вам-то Германия. А там сидят министры. Итальянские. Ну тогда деревом топить. А за деревом там все равно придется в Сибирь ехать. Ха-ха-ха все. Вы от Сибири никуда не денетесь. Сколько на него каких нападок говорят. Там вот такие прям под кобылькой такой скажут. Он маленько прям в них находится что ответить. Это не отнимешь от него. Сегодня фильм Президент. После новости 9.30 фильм будет Президент. Про Путина. А? Не Миханкова? Нет. Владимир Киселев. Художествен? Да нет. То есть ты вот услышал это доброе. Господи. Уношим этот талант, чтобы среди противников находить общее. Нам война не нужна. Враги не нужны. Но уже довели до такого состояния, что одной спички хватит, чтобы все взорвало. Ну помолитесь об этом. Прикинь, что у тебя последний раз дом, последний раз постель. И все равно. У нас прямое указание молиться за царей начальствующей. Прямое указание Божье. Аминь. 15-летие его президентства. Я хотел сказать, что как есть душа и тело в человеке, так вот последние 20 лет жизни нашей в общине показали, что есть братья, которые реалисты и братья, которые созерцатели. Вот реалисты, они уже давно-давно хорошо очень общаются с московской патриархией. А созерцатели, они все еще выжидают, все еще думают, как это сделать. Поэтому я бы хотел, чтобы вот здесь как раз все, вот кто тут сидит, это почти все братья-созерцатели. Вернее, реалисты. А созерцатели, они вот тут сидят, когда идет у нас собрание. Сидят и созерцают. Они все думают, все как же так пойти, не пойти на благовестие. Как это сделать так, чтобы не обиделись на них или там слово какое-то там такое сказать, что сразу начнется переворот душа. Игнат Иванович сказал, надо уметь терпение находить. Вот брат Сергий, любитель беседовать с инославными, очень долго над этим трудится. Но как только встретит этого инославного, ему сразу нужно победу одержать. И опять мы с ним беседуем, опять начинаем говорить. Брат Сергий, он говорит, так сначала ты одержался, молодец, да, держался точно, а потом что-то вот сорвался. Ну, потому что очень люблю его, этого человека. Очень мне понравилось, что он знает Слово Божие. И действительно, они знают такое, что когда ты с ними встречаешься в реальности, это совсем далеко от того, что тебе там что-то рассказывают. Вот люди, которые слышали, как Игнат Иванович беседует, прямо с сектантами, прямо в общинах, они потом говорят, это говорит невероятно просто. Как так подобрать эти слова, и как будто готовился ко всему этому, что сказать это, нужно именно это, подвести людей, чтобы тебе такие вопросы задавали, и чтобы ты мог внятно ответить, именно для того, чтобы они узнали православие. То есть лучше узнали, как православные знают Слово Божие, причем и Ветхий, и Новый Завет. Что-то Надежда Васильевна там. Нет? Нет. Все, читаем дальше. Давай. Ну вот я тоже хочу немножко сказать. Брату напомянул о прокаженных, которых Христос посылает ко священникам, чтобы они сначала обличали, потом обвиняли, и третье доказывали. Архисложная задача на самом деле. Во-первых, нужно признать себя прокаженным. Проказа греха. Во-вторых, нужно исцелиться от этого греха. Христос исцеляет. И вы представляете, что прокаженный исцелился, он исцелял, одному сказал, и Диксов к освященникам, а некоторым сказал, вообще никуда не ходите исцеленным, сидите, никому не говорите. А здесь конкретно он сказал, пойди к священнику и покажи им доказательства того, что они должны от грехов исцелять. Это их дело. Нет, не так толкование? Все, кого Христос, простите, исцелил, все должны пойти к священникам. Просто он говорит, не говорите о том, что я сделал. Вот и все. Это разные вещи. А к священникам всех отсылали. Показать. Всегда. Нет. Подожди. Прокаженных именно отсылали для того, чтобы, ну, они должны засвидеть, что он теперь чистый, что он имеет право войти в город. А до этого он ходил, я не чист, не чист, не чист. Я грешен, 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 ко мне не прикасайтесь, я могу вас этим грехом заразить. А когда, ну, смысл-то в том, что, как вот к священнику подойти и сказать, батюшка, допустим, вот я был грешен, Христос меня исцелил, но вы виноваты в том, что я был грешен в этом грехе. По вашему небрежению я вот этой проказой был заражен. Я прошу, скажи, вера без дела мертва, вера и дела отличаются чем-то или нет? Я веровал, потому говорил. Нет, я не правил, это не туда тянешь. Вера и дела. Вера это что-то материальное или нет? А дела материальные, нет? Дела материальные. А вера? А вера через это тоже материальная. Вера через это тоже, ну, дела... Потому что, когда верует человек, он не может не делать добрых дел. Другое дело. Господь сам сказал, вот дело Божие, дело, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Вот дело Божие, в которое есть вера. То есть дело есть вера. Тут не торопись отвечать. Меня чуть не подловили меня у баптистов. Я сразу как кинул в мозги-то и зашарафил. Думаю, смотри, они этот единственный стих, наверное, имеют в виду. Я сказал, они заулыбались. Вот дело Божие, дело, дело Божие. Чтобы вы веровали, значит, вот это дело надо выдвинуть на первое место. А как вы знали? Да без меня это делается. Вот мне сейчас пишут, но я уже не говорю сколько раз на дню. Вот человек получил все. Выписал мои книги 38. Сказать, что они грамотные нельзя. Преподает в академии. Одновременно ведет занятия в университете. И ведет курсы в епархии еще. Большие курсы. И вот говорит, подходит ко мне жена и говорит, а вот как насчет умерших-то? Насколько это достоверно? Говорили, говорили, никак. Ладно. Я, говорит, сажусь, когда у него 1300 моих проповедей. Я не выбираю середины, я включаю первое слово, вы говорите именно об этом. А жена до этого сказала еще там насчет воспитания детей. И вы сразу следующие говорите о воспитании детей. Как это может быть? Вы не знали, что мы говорили об этом. У нас возник вопрос. Дальше делать мне нечего. Я думаю, включу, но... И там 28 глава Евангелия от Матфея. Столкование. Мы с Витей насчитываем видео. Я, говорит, посмотрел это и иду. Думаю, сегодня занятие трудное. Новые люди. Старший там класс, где в епархии это. 28-я Матфея. Просчитал память отличного человека. И вдруг, говорит, женщина поднимает одну руку. Скажите, а вот согласно 28 главе Евангелия от Матфея, я так и рахнул. У меня маленькое окно было. И я из 2800 роликов взял только один. И именно тот. И женщина задаст именно этот вопрос. Который приехал даже не из нашей области. Вот занятие. Я, говорит, уж тут с блеском, говорит, показал. Все еще считал. Вместе, говорит, с комментариями. Выдал на полную. Только пришел домой, говорит. С женой Гавриэля. Я ложусь спать перед сном. Еще решил послушать. Включил. И жена, говорит, захохотала тоже. И слышал с меня. О чем мы сейчас только разговаривали. Я включил опять на... То есть совершенно про другое. Там о воспитании детей, допустим. Я включаю прямо на том месте. И называет, как это проповедь называется. На каком счастье. Как это может быть? Я никогда не знаю как. Я знаю, что так Бог и делает. Так. Я никогда о Вадиме в четвергой не разговаривал, допустим, 7 лет. И только один раз помянул. Буховарь 2 часа-3 часа проходит, он звонит. Я в Рубцовске. Я говорю, а почему позвонили? Не знаю. Вот такое желание. Представь себе. Он священник Московской епархии. Мы с ним не разговаривали. Ни разу не перезванивались. Единственный раз я заговорил, он тут же позвонил. Значит, Бог есть. Не надо атомистикой какой-то назвать. Живой Бог. Он знает, что мое намерение было. Самое лучшее подарить ему. Я поставил Игоря, и он в подарок унес мои книги. Так это если бы один, два раза. Но когда эта система буквально идет. Как это может быть? Я сегодня только подумал. Батюшка был, и Сергей вопрос не крестил. И что же он не крестил-то там козлов? Были два священника из Московской патриархии. Был отец Иоанн. Они свободно могли его там в ванной облить, донести, положить. Так он вообще не крещеный. Не пришла мысль даже такая. Так он вообще не крещеный. Ну, кто? Так как все Московской патриархии. Ну, до того, как он парализован стал, может быть, что-то и было. Да, да, готово. Понимаете, когда выхода никакого нет, ты только... Молитва ничего не значит, повторяю. Она канал, через который мы стучим к Богу. Все делает Бог. И Он дал нам эту возможность достучаться до Него. Да как что? Вы верите, что это помогут? Мне верить не надо в это. Это уже вложено в самом основании. Это уже на уровне не веры, а привычки даются. Павел за нас молится. Но Он просит других, помолитесь обо Мне, дабы по ходатайству многих. Я был освобожден, пришел к Вам. Он нуждается в бабке, в Матрионе, в Елогее, во всем. Все встали на колени. И вдруг дверь термицы открылась, когда церковь усиленно молилась о Петре. Написано, церковь молилась. Есть такая загадка. Было такое, молились, верили, а получили и не поверили. И когда Бог освободил его, служанка выбежала родно, ты не поверила, вернулась. А она говорит, Петр, они говорят, перестаньте, завтра казнят его. Его 16 воинов охраняют. Они получили Петра и не поверили. Хорошая загадка. А вся церковь, написано, молилась о нем. Поэтому не полагай предел. Мы молимся о мире, и Бог дает мир. И мы сегодня опять собрались. А если завтра не будет, тебе хватит на каждый день заботы. Я хотел бы еще сказать, к этим словам, напомнить, что вот как раз в Московской Патриархии, да будет благословенные там все искренно верующие люди, не хватает именно общения истинно христианского. Потому что именно в общении мы приобретаем вот последний стих, который очищает, говорит, нас от всякого греха. Общение должно быть духовное. Вот то, что мы здесь имеем. И вот это духовное общение, оно каким-то, вот как сказал Игнатий Ильич, незримым образом, через слова, потому что переносится на других людей. И они меняются именно в нашем общении. Не в своем. У них своего общения там практически нет. И вот поэтому наш епископ Евтихий завел такое великое дело в зарубежной церкви, что она раскололась на 13 частей. Почему? Потому что он в нашей общине увидел прославление какое-то необыкновенное Христа и сказал, ну ваша-то община, это духовное возрождение. Ну да, ну понимаем. Но ни отдельных людей, ни всей же России. Он, ну есть же все-таки. Ну есть, да. И он на нашей общине построил с уверенностью весь свой доклад в 2000 году перед архиереями и перед архиереями в зарубежной церкви. А почему? Он постоянно приезжал здесь, общался. Раз. Это необычно уже было для него, я так понимаю. Постоянно с Игнатием Тихоновичем. И батюшка. На него сильно повлиял батюшка. А на батюшку как можно повлиять, когда он сам является частью, причем главной частью нашего духовного общения. И люди, я не знаю, это сам Господь делает. Это уже сила Божья по-настоящему действует в нас. Почему? Ну потому что написано, именно тогда только кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Если мы ходим в истине и имеем общение друг с другом. А где там общение? Вот Игнатий Тихонович, сам того не зная, показал нам это явно. Это было не так давно с Милославской Ольгой. Когда мы были на суде, и священник Елисеев, он пытался показать документацию на свой приход. И он набрал шесть человек. Из них насчитали пятеро его родственники. И одного человека он где-то только со стороны. И то это был там бухгалтер и так далее. Вот тебе и все. У них нет общения настоящего. У них все на меркантильной основе. Очень хорошо послушать отца Павла Каменского. С камня на оби. Потому что он рассказывает, в каких благословениях бы он нуждался христовых. А он занимался только одним. И в поиском денег. В поиском денег и денег всегда. Так хотелось помолиться с братьями, со священниками. А поговорить о духовном. Духовные вопросы поднять. А зачем это? Никому не надо. Все думали только одно. Как в пастве собрать деньги, чтобы передать епископу? И приходилось у некоторых даже. У родителей занимать. У других людей занимали священники. Ну потому что бабушки не принесли там. Заболела Матрена там и так далее. Не пришла. А их там всего трое ходит. И пенсию не донесла. Он ждал ее там. А вот Суртаев, когда я у него был. Это отец Владимир. Он был в Крытманово. В Крытманово очень большой. Там целый кинотеатр. Как у нас кинотеатр. Россия. Представляете какое здание? Отдали ему под церковь. И у него там это. Когда молишься, пол-то наклонный остался. Очень неплохо. Ты стоишь вот тут высоко. А там он вон у него. И ты на одном с ним уровне, если далеко уйдешь. А так если ближе подходишь, ты меньше, меньше, меньше и под него. И вот он встанет, а там акустика такая. И он. Сестры. Это что такое? Я сейчас вижу. Почему здесь горит всего там столько свечей? Вас вон сколько. Мы же договорились, что в каждый воскресный день вы будете брать по 10 свечей. А в будничный уже тогда можно по 2 или по 3. Потому что, ну где я возьму средства, чтобы епископ увезти? Поэтому давайте сейчас заполняйте кассу. И прям так громогласно, голос у него так поставлен. А теперь, акафикс, помолимся. Все, и бабушки здесь. Пали, вижу, свечки загорелись. Я говорю, отче, как-то ты такую проповедь говоришь, как на демонстрации что-то. Денег положите больше. Ну а я что, я им говорю все время, говорю. Они вот не несут, вот опять приходится им. Мы же договорились уже с вами. И так еще... Тринадцатый стих. Вы в равное возмездие, говорю, как детям распространитесь и вы. Толкование. Такую же взаимность и равенство, дружбу покажите и вы. И вы распространитесь так же, как распространился я. Показывает, что так и должно быть. Ибо говорит, говорю, как детям. Ничего великого не прошу, когда, будучи отцом, желаю быть любимым от детей. Ибо это обязанность детей. Ничего великого не прошу. Обязанность детей любить отцов. Видите, как вот вначале покажется, когда ты говоришь правду, конечно, спокойно, все. Ты что-то теряешь. Но проходит время, и все будет по-другому. Вот я коснулся в свет Игоря пройти, говорит, и фихий. Он приезжает, а его статья была о пробуждении в России. Я вам эту статью взял, и вам показывают, Владыка, это ваша статья, моя. Ну, где вы видели пробуждение? Потому что я сколько езжу-то? Ну, нет ничего. Патриарх прямо сказал, духовная развалина. А вы, ваша община? Понимаешь, я уж никак не ожидал, никак. Ну, когда-то капелька одна, ну, сколько труда-то положено-то, прикинь-то где-то. Но он больше ничего не сказал. Ну, благодарение Богу. Может, его молитва ему еще и жива. Ну, да. Понимаете как? Надо научиться в этом усматривать что-то. Не только то, что перед глазами. Вот мы у него когда были, предпоследний раз там, и он говорит, а хотите посмотреть, где я живу? Хотим. Ну, мы пошли, а кто у нас дорогу снимал? Ты, Володя. Володя шел и всю дорогу снимал, как мы к нему идем. Ему досталось от сестры. Коморка, вот как у батюшки, чуть побольше. Да нет таких епископов. Их просто нету, ни одного, он один такой. Ну, значит, есть. На всю епархию один. А почему? Какие мы, такого Бог дал епископ? У меня один ответ. И весь ответ. А он другим как, вот он там это, из-за него, да нет, Игорь, это, он там какую-то роль сыграл, но там уже все было сделано. Вот он спроси, что они там хотели записывать, так на мейтапоне давали записывать, смотрели. Там где-то, в Синоди-то было, собирались они, в Наяке или где? То есть, Сакраменто, где были-то? В Америке. В Сакраменто. Ну, вот. Так что они, не он один-то. Но я недавно думал об этом. Он вчера был против всякого контакта. Против. Это его. Его написанные, листовки у нас лежат сейчас еще где-то. И вдруг он утром встает и говорит, а мне ночью откровение было, что надо пойти на это соединение. Ладно. Откровение, под сомнением, было или не было. Но он разумный. Люди оттуда приезжают. Те запрещают. Люди уходят. Ничего нету. И они уже остаются ни с чем. Ну, дальше-то как-то на выход. Отделение было по принципу, что нельзя сообщать со Советским Союзом. Они говорят, препоны убраны, убраны. 362-ое правило, которое законно-непараграфом принимали, как его назвать это, он ушел. Приходится сказать, да. А теперь, зачем на него ссылаться-то? Патриарх Тихон-то не имел это в виду. И никто не знал, что советская власть рухнет. И его обвинять-то и не в чем. Он просто благоразумно, ему сказали, ты хочешь нормально жить-то? Вот тебе там сколько прихода. Хоть один будет приход, ты будешь пять лет переходной вперед. А теперь он получает пенсию там в Богоявленском храме там крышу перекрывает и прочее. До этого ничего не было. Ему надо в одну из 13 юрисиксов было идти. У него с ними не было мира ни с кем. То есть он правильно на экспозицию занятых. Но не нашу. Я бы с Тихоном, пасечником, сразу нашел даже в течение одного часа. С Агапангелом Одесским. Это те, которые были в зарубежной церкви до последнего времени. С ними можно было иметь. С Санкциевым труднее, а не те, другие в Анапе были как придавлены. И поэтому Евтихии обвинять никак нельзя. Не в чем. Потому что если бы он даже не согласился, в первый счет, дальше еще не. Но нас он не повлиял, его отвещение. Мы заранее говорили, мы против всяких обвинений. Но мы подчинимся, какое бы решение не было. По московской патриархии мы ложиться никогда не будем. Никогда. Мы просто растворимся где-то, но туда не пойдем. Это невозможно. И именно они согласились сейчас. То, что вы есть, мы это говорим, что оставьте их так. А они говорят, с кем он говорил, Сергей-то? А может с патриархом? Потому что тогда, когда было, мне Антоний говорит, его Алексей, этот ригигер, спросил, какие отношения у вас с Лапкиным. Я говорю, так и спросил, да, так и спросил. Ну, мы живы. И благодарение Богу. Усилим молитву. Нам ничего не надо искать. От разной критики отойдите. Мы все сказали. Это ничего не дает, потому что мы сказали. Они заходят на наши ролики. Вот эти люди, которые из патриархии, они заходят. И мы это видим. Потому что, которые нападают, бывают там, в патриархии, на других ипахи, он ничего не может. Он просто, кажется, рычит. За него усилить молитву. Ничего это не дает, если мы начнем пикировать за другой. Я не отвечаю ни на один выпад никому. Я ставлю огромный материал о крещении, там, о войне, о русском языке. Я выставил его, это, страниц 30. А они-то, ты дурака, а ты сам такой же. Ну это же не логика. Вон Андрея Кураева. Там матерками друг друга кроют. Матерками прямо, пятиэтажами. И все. Да ты такой, да и, куда башлет. У нас этого нет. Если такой появился, бывает иногда, сразу его модераторы рубят, и все. И он больше никогда к нам не придет. У нас чистые все интернетные ресурсы. Сайт, форум, ютуб, у нас нету пакости никаких. Люди приходят. Без проказы. А? Без проказы. Нет, мы заботимся об этом. Ну вот тебе приходят люди, которые есть. Это все пришли через интернет. А с ним тоже. Откуда, по-моему, знал-то? Он у нас притягивающий. Считай. 14 стих. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с отьмою? Толкование. Дабы не показалось, что говорит это для своей пользы, показывает, что нуждается в их любви для их пользы. Говоря как бы так. Любить меня значит, чтобы вы не смешивались с неверными и не уклонялись на их сторону. Не сказал. Не смешивайтесь. Но не преклоняйтесь под чужое ермо. То есть не оскорбляйте справедливости, склоняясь и приобщаясь к тем, к кому не следует. Ибо слово преклоняйтесь употребляется в том случае, когда говорится о неправильных весах. Когда одна весовая чашка перевешивает другую. Здесь делает различия не между собой и неверными, но между добродетелью и благородством коринфян и низостью неверных. Как отец, видя сына, находящегося в связях с людьми порочными, говорит ему, какое общение между твоим благородством и их скверностью. Как апостол говорит, высущая правда, а не беззаконие. Итак, что общего у вас с ними? У кого что-то есть? Все понятно. Все понятно. Это нравственность. 15 стих. Какое согласие между Христом и Велиаром или какое соучастие верного с неверным? Толкование. Желая всеми способами побудить их отстать от неверных, не сказал, какое общение у находящихся во свете с пребывающими во тьме или у последователей Христа и чад Велиара, но на место лиц поставил самые вещи свет и тьму, что гораздо больше выражает. Также Христа и Велиара, что означает отступника, через это сделал речь свою более грозной. Здесь напомнил о лицах, дабы не показалось, что обвиняет только зло или похваляет добродетель. А что на занятия не осталось эти мать и дочки были? Они попросили передать вам, что мама на электричку опаздывает. Ну, понятно. И мама сказала, она не ожидала, что одно в другой раз мне ничего не держит. Я не сказал про это. Меня ничего не держит, я одна живу, замкну на клюшку и поеду. Но она с ночи с дежурства. Ну, по-хорошему ушли. Да. А молодой муж, так что тут уже тоже не знали. Только поэтому. Они хотели с вами поговорить. Она хотела, я сказала, я приду. Он трапезничает, мы тогда все, в другой раз придем, мы уже будем готовиться. Да, по интернету они сказали выйдут. Еще вот так. Вот здесь четко сказано, какое согласие между Христом и Элиаром. Но если бы всегда так было четко, что мы могли это различать. Далеко не всегда это так, потому что сатана настолько мудрый, что благочестие может выдать и нечестие. Но вот если мы пребываем в Духе Святом, если мы Вадимы Духом Святым, мы это можем распознать. Я вспоминаю еще в начале, когда я пришел в общину, были такие, распространялись как бы по почте послания и стулы о вере. Они четко, знаете, вот хорошо, прям вот как по православному вероисповеданию. Они все в посланиях, в этих письмах у них все это было. Но вот уже тогда чувствовалось, а вот здесь вкралась не истина уже, а здесь опять не то. То есть когда насыщаешься Духом Святым, Он просвещает тебя, и ты уже видишь, что здесь велиар свою уже лапу туда запустил. Только постоянно нужно просить Господа, чтобы Духа Святого не отниме от меня, потому что мы согрешаем много и постоянно, и вот эти согрешения, они конечно же могут лишить нас Духа Святого, да не случится с нами такого, чтобы мы всегда различали и могли четко понять, что здесь Веляр, а здесь Христос, чтобы не было этого смешения. Я очутился болью судьбы, вот я уже рассказывал о своем путешествии, что очутился среди своих давних знакомых в компании, где как раз сторонники Веляра, эти буддистские вероисповедания, там, значит, вот, и у нее там оказался Махатма из Индии, и все такое, как я себя там неловко чувствовал, я-то думал, я начинал вроде как с того, что я вот тут сейчас всех обращу, но это сложно, это сложно, и неподготовленному к беседе особенно сложно. Что я хотела сказать? Возьми бумажку. Я просто к слову вспомнила. Бумажку стою, возьми. Да, вспомнила к слову. Как определить? Цыгель. Да, извините. Слушай, слушай. Надеюсь, просто я вспомнил тут и набросал. Говорил. Как отличить в истине люди говорят все хорошо, а на самом деле мудрость исходящая выше во-первых чиста, потом мирно, скромно, послушливо, полна милосердия и добрых плодов беспристрастно и нелицемерно. Просто к этой матрице надо себя приложить и тогда легче будет определить кто мы и что мы. милосердия поисков где это это место не помню у меня на цифры памяти вот на тексте есть а на цифры кто есть кто ну кто какое слово выделяет здесь хотел бы взять и объяснить какое слово когда ты прочитал из того что она перечислила качество мудрости какое тебя тронуло больше всего повтори пожалуйста скромна мудрость сидящая свыше во-первых чиста потом мирно мирно скромна послушлива полна милосердия добрых плодов беспристрастно и нелицемерно а ты скажи кто у тебя жена не послушлива что ли ооо мы уже чувствуем не ну во всяком случае я стараюсь дай братья так ну какое-то все понятно какое слово вы хотели бы так бы выпукло сделать сказать остановиться на нем я вижу в людях этого нету вот это есть скромна ну действительно скромна он сидит в углу ни разу даже не выступит чиста никогда она плохого не скажет мирно 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 это я согласна кто какое слово выделил когда услышал первый раз вот это и потом на нем закрепился и говорит вот это я буду всегда выделять а остальное объяснят я вот для себя выделил слово послушливо если мы непослушное слово божие ну вот так и ничего мы и не в истине послушание выше поста и молитвы как-то еще то есть слушаем без любого нельзя но какое-то слово ты видишь в людях этого нет полна милосердия и добрых плодов я не об этом спросил допустим какое-то качество ты видишь в людях оно отсутствует и больше всего доставляет досаду я вижу я вижу мирно беседует я хоть где это найду но есть одно качество которое буквально везде нужно его сегодня насаждать вот из этих слов одно и оно меня с первого дня коснулось добрых плодов что ли милосердия чиста без пристрастно без пристрастно нелицемерно одно только одно ты два взял нелицемерно нелицемерно так добрых плодов нет нелицемерно 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 крутость нет да тут еще полна милостей послушаю это на противоположном а на почему ответила украинцев там был такой мудрец допустим нашел два мешка в одном мудрость а в другом золото что возьмешь ты какой мешок только взять один тот говорит золото каждый берет то чего не хватает мудрость есть золото нет он говорит мудрость а он это берет чего не хватает я выделил слово беспристрастно везде с пристрастием православные католики кто бы ни был пристрастие к своим святым к своим навыкам и начинает давить адвентист он пристрастился к субботе давит иеговист давит сюда беспристрастно надо смотреть а беспристрастие это означает ты себя будешь видеть часто виновным. Твое общество не такое, и ты должен открыто это сказать. Я выделял это слово, когда сделал, ну, как сказать, лекцию, доклад в Нью-Йорке. Не просто так. В Жордан-Вилле. Вот, на тему будущее русской эмиграции, а не эмигранты, во свете Божьем. Так там и китайцев, и кого только не было, но с переводчиками сидели. Объявления вывесили. Они потом в журнале написали, я тут в пророческом духе там сказал, этот человек, это там самородок много. Но у него один есть недостаток. У меня. Он жил вдали от наших русских братьев зарубежных, и, дескать, он их на первое место не выставил. А это мое, как раз, самое положительное, что я никого на первое место не ставил, кроме живого Бога и слова его. Беспристрастно. У меня нет пристрастия ни к чему. А вот этот хвалит его, почему пристрастие к нему? Он не может без этого. Сталина или кого-то. А без пристрастия я должен одинаковую мерку. Двойного стандарта нигде у меня не было и не будет. Ты вот что должен сказать. И поэтому это слово я выделил, на которое они обращают внимания. Вот почему Нил Синальский, это был такой святой, вернее, Пелосиот, Пелосиот, Исидор Пелосиот, он говорил, пристрастие, пристрастие, он о нем как раз говорит, не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Он тогда идет, порит, что попало. А то заранее, когда человек на что-то настроен, и у него уже говорит только в эту сторону. А я иногда выступаю даже в интернете, как вы так православные, и как вы можете говорить там, что у нас ошибки, а иначе ничего не будет. Вы скажете об этом? Нет, вы боитесь архиерея. Я не архиерея, не священник, я имею право сказать. Ну и все. Мы неправы часто бываем. Вот говорят, а вот у старобрядцев, которые вы согласились, вот старобрядческая реформа, а вы что-то в ней поддерживаете, ничего я не могу поддерживать на сто процентов. Но одно, мы сразу сказали, Духа Святого Господа Истинного. Истинного, чтобы включить. И мы сразу архиерею. Это можно. Это уже принято. Но мы решили архиерейским еще указом. Мы ему написали, он даже приехал сюда и говорит, это совершенно свободно употреблять. И мы-то считаем. Выбросили незаконно. Бога истина, от Бога истина. А Дух Святой и Истины, как это так? Троица не насущная, не раздельная. Верим в Бога Отца. И дальше говорит, Бога истина, от Бога истина. А Духа Святого Господа истина Никон взял, выбросил. Мы одно слово только оставили, но оно как много нам дало. А Аллилуйя два-три раза. Да не имеет значения. Два или три раза. Я иногда помолился об отце Иоанне. Вот я был на службе у него дважды. Субботу и воскресенье. И в воскресенье вот поют, да? Опять, где истина у Бога? Ну, я казалось бы, ну, у него общего, это небольшая, ну, в свою общую, ты можешь это сделать? А вот не может. Не может. И ты знаешь, что ли? Ну, ну, что не крещённый? Это первое. Во-вторых, это жёсткая тоталитарная система. Они сразу вызвали, так, ты Лапкину помогал? Он говорит, о чём помогал? Мы ехали дорогой. Сергей первый ответил, чтобы нигде не помогал. Он говорит, а какая моя помощь? Я принял их как странников. Ты должен дать обещание сейчас здесь, что ты помогать не будешь. И они от него не отстали. А он построил храм, там, через этого сокола, который помог ему. Большой коммерсант, нет, он не коммерсант, а миллионер. У него там нефть или какие-то там азотные, вот за рубежом, там, заводы. Вот. Он ему помогал. А тут они поставили. И он дал слово. Не будет распространять. И он не распространял. Они сказали, дай мне, что ты на будущее не будешь. А этот Сергей вышел и с ним разговаривал, ты предатель. Он мгновенно на меня вышел. Я говорю, я тебе этого не говорил. Со мной отношения не... А с ним отдельно разбирайся. Тут не так просто всё дело. Он не помогал. Не распространял. Но он сказал им сразу, принимать как странника. Принимал и буду принимать. Прямое повеление Божие. Но больше я уже туда не заезжал. А епархия теперь беснуется и говорит, всё время приезжает тут, Лапкин распространяет. Если наше помогает, я ни разу там не был. То есть им это покоя не даёт. Иначе он теряет всё. И я его в этом, оборони Бог, никогда не обвини. Никогда. Тем не менее, он мне рассказывал такой эпизод, когда у него был этот вот епископ из Екатеринбурга. И на приёме он поднимает, значит, отец Иоанн и говорит, братья, предлагаю вам вот такой тост, чтобы мы, вот, священники, не понуждали братьев и сестёр принимать монашеский чин до сорока лет. Пусть определятся в этой жизни. Ну, я не помню, до сорока лет, до тридцати лет. Это канун, канун. Канун, да. И он, говорит, не согласился со мной. Я, говорит, не согласен, этот епископ Екатеринбургский. И он на меня так обиделся, что когда потом, значит, он распространял там какие-то подарки, духовное песнопение, записывание на CD-диске, он ему не дал. Он подошёл к ним, что же вы на меня обидели? Да нет, ну и вроде как сгладилась такая. Вот он, видите, всё-таки он слышит слово от Игнат Тихоновича и придерживается к этому мнению. Он говорит, у меня была бы большая библиотека, получив Паши книги, я все книги отправил на чердак, оставил златоустые у вас. Это что-то говорит? Он очень привязан, он очень расположен и чувствуется, он сильно стесняется. У его брата родного мы как раз в шахтах останавливались. Просто я хочу чтобы вы помолились о нём, чтобы Господь покрепил его. Помоги ему, Господи. Он когда помогал и стоял на пирсе, а батюшка вылазь и говорит, ну давай. Давай сюда, Заходи. Не, я снимал. Он не рискнул. Это не Павел Ермоленко. Он такая, я не могу. Это не годится. Это твоя душа. Хотя бы сняли сан, хотя бы передавали анафеме, ты прими крещение. Без полного погружения нет крещения, нету. Ты не умер для греха и не воскрес из воды для праведной жизни. Всё. Это всё не так просто. Тут надо терять всё. Согласитесь, храм я теряю, храм теряю, людей теряю, всё теряю. Но я выполню миссию Божию. Пророки шли на смерть. А что гонят? Нормальное это явление. Степан говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши? Назовите, всех гнали. Убивали, в грязь бросали, а потом памятники строят. А потом на самого Господина всех пророков в руки подняли. Перейти вот эту грань, выйти и прямо сказать, отныне больше этого не будет, чтобы я пятился назад. Со мной Господь. Это не каждый пойдёт на это. Да. Когда ты уже сделал, не осуди другого, который ещё не дорос до этого. Это непросто. Вот у мусульман, которые идут, она знает, сегодня она пошла и сказала, я христианка, к утру её должны убить. Сто киллеров. Ну, знаете, Балкис, как она бежала. Я как осмелилась назвать его отцом-то. Она жена бывшего министра. И как она бежала оттуда, считали? С Пакистана-то. Ну, кто считал? Я считал. Ну, вот. Какие прекрасные люди на земле есть. Ну, не осуди никого, ты не знаешь, что будет завтра. А вот я бы был там, я бы показал им, я бы врезал. Я говорю, сиди спокойно. Когда возьмут, неизвестно, что будет. Там по-другому всё выглядит. Что, всё? Всё? Ну, всё. Брат, ты... Вспи, замёрзг. Зачё, время кончилось? Да. У меня часа прошло. Не видно. Так, у Володи у нас уезжает. С Богом. Поэтому сегодня другая программа. Сергей, снимать будешь ты, где Володя работает, на память оставить. Второе. Желательно бы, чтобы и ты, и Никита сходили вместе с ним за больным, которым он ухаживает. Володя. И ты знаешь, о ком говорит. Речь о Михаиле Фёдоровиче. Хороший человек. Вот. И он нуждается в этом. И он на пять лет старше меня, кажется. Чтобы они знали, Володя уезжает. Вы его держите на учете. Вы узнаете, где, в случае чего съездить. Вот. Это первое. Ну, а дальше уже билет взять его, отправить Володю. Там просили хлеба и все прочее. К Володе какие еще есть претензии. Мы с ним прожили, мы Бога благодарим. У нас ни разу с ним не было, чтобы где-то вот так засыпилось. Ни разу. Аллилуйя. За сколько лет? А почему? Может, Володя ответит. Почему, Володя? Ни разу не поскандалили. Никак. Ни одного слова. Чуть бесердеть. Я поставил одно из главных качеств здесь для себя, это послушание. То есть нравится мне это, не нравится, я должен себя смирить. И все. Вот я только сказал, вот я сказал слово, он сидит пишет именно на компьютере. Я говорю, я что-то кошек не вижу. Он вот букву не дописал, схватился, уже на чердаке, кошек стащил и опять здесь. Я говорю, ладно, я за водой схожу. Выскакивает ведра, отодрал от меня, побежал за водой. Относительно монастыря. Вот эта девочка сидит, как ее звать? Леонидом. Понимаете, что такая есть одна и фалия, она там была. И она родственница всех своих монашеств. Ее оставили 5 лет, но она еще моложе. И пока родителей не было, она ее сблатовала, как говорится, в монастырь. Девочку такую. И когда родители пришли, она плачет, хочу в монастырь. И церковь приняла каноны, с какого возраста должно быть и как только приняли, подначале какого-то. Он не имеет права болтаться, вот как у нас иеромонах был. Он не имеет права ходить. Он должен за стенами монастыря быть, ни с кем не разговаривать. Тебе это надо? Андрей Кураев говорит, если в монашество хотите, ко мне придите, я вам скажу, вот он берет ножницы и вот так подает этот епископ, этому кандидату-то. Вернее, он ползет ползком на животе к епископу и подает ножницы архиерею, посреди меня. Архиерея вот так ножницы демонстративно бросает. Он за ними должен ползти на животе, а не на коленях. Берет ножницы, подползает, опять дает. Он опять бросает и три раза. Червячком. Понятно? И тогда Андрей Кураев говорит, вот я, допустим, принимаю, я тебе расскажу, ты не знаешь все, ты лишаешься всякого имущества, лишаешься всяких прав, ты не имеешь права противоречить, есть будешь через день или как, как я назначу. И я тебе, когда квартиру все нам подпишешь, я тебе выгоню без объяснения причины и буду, кажется, сморкать и плевать на тебя. Неси ножницы. Я тебя заставляю, ты не знаешь правила какие монашеские. А Андрей, он знает правила, и он все это выписал, и все. Теперь неси ножницы, ни один не несет. И все. Я тебя выгоню без объяснения причины. Это вот действительно права такие. У настоятеля. Ты согласен? Нет. Это в интернете выставлено. Это в интернете выставлено. Можно с вами подъехать? Червячком. Ползите. Так. У меня самый маленький стоять должен. Кто у нас сегодня самый маленький? Да есть там. Давай сюда. Давай. Агафью. Давай. Агафьюшка моя. Иди сюда. Можешь стоять рядом с ней. С той стороны. Такие правила у меня. Справа мальчик самый маленький. Вот она, голубушка. А ты там рядышком становись. О, Полинария, ты уже большая у меня. Давай. Вот еще маленькая. Мы кратко помолимся. Так, кто не согласен с молитвой, аминь не говорите. Аминь говорится, когда согласен со всей молитвой. И говори, чтобы слышно было. Господи Божий наш, слава Тебе. Ты дивно велик. Благодарим Тебя за милость, которую оказывал нам по сей час и на этом месте. Благослови патриарха, епископа, священника, дары каждому и прихожанам духовное рождение. Благослови правителям в нашей стране. Даруй мир Израилю, Украине и России. И всюду идут войны. И детей Твоих прими в обители Твоих, где их гонят и убивают. Все доброе мы что слышали, сохрани в сердцах наших, они добрые, да будет предано забвению. Мы просим Тебя, Господи, найди новых жителей в селении наше, расширь пределы общин, дай еще священникам место для занятий. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, а Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Владыка неба и земли, прими воздеяние рук как жертву вечернее и благоухание приятное. Боже, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими, Господи, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай, ты слышит, раб твой. Аминь. Ну, спаси Христос. Спаси Христос. Христос воскресе. Бумажки, быстро. Так, сестры, закройте книги. Закройте книги.